Ребята, едем с Игорем мясо жарить на открытом воздухе. Сейчас Игорь предупреждение, телефон орет, что шторм, аккуратнее, все в укрытии, а мы едем, ну мы по-любому мясо уже купили. О, и мне тоже. И мне на этот, и на оба. Куда сейчас? Нет, я прямо подрежу. Так, ну как это включить? Все. Да, слушай. А у тебя духовка рабочая на крайнем случае? Рабочая, сейчас. Валево. Может, туда в ней есть, и все пожарить? Пишут, что торнадо до 7.15, а сейчас 6.50, то есть в течение 25 минут, не, подожди, сейчас 6.50, а до 7.15, то есть в 25 минут, да, будет торнадо, что-то билдинг, короче, вехикл, клозет, всякие дела. Мне кажется, просто чаще переворачивать их, но нифига они у нас какие-то толстые. Есть хорошие подрядки. Просто их чаще переворачивать. Может, их распределить сюда ближе? А ты вот сюда положил, здесь газы-то не? Я их нежно пока положил, чтобы они не горели. О! А, просто, чтобы теплее было? Да. Вон она сзади, палка, я туда ее положил. Зачалочка. Короче, ребята, у нас это, закрыли бассейн, и мы тут запасной мангал нашли, какой-то, пока никто не видит, потихо взяли. Все, у нас вот такой вот стол получился. Этим два куска мяса. А, я ж, блин, я не могу, видите, я на основной влог снимаю, там надо вот по, ну, динамику держать какую-то. А сюда можно динамику не держать. Можно вот такое, просто снимать все подряд. Есть такой блогер Самвел Адамян, не знаешь такого? Да. Из Украины. Вот он просто включает 20 минут, все подряд снимает, выкладывает. Я, да, я говорю, я в таком же стиле на это, именно вот это видео можно снимать. Правда, вот, правда, рук не хватает. Ну ладно, хоть вроде, надеюсь, что удалось мясо, не знаю, попробуем. Сейчас попробуем, давай, за встречу. Давай, рад тебя видеть. Давай, за встречу. А сейчас мы, ребят, посидим, чуть перекусим, сделаем обзор на мясо, и потом, я все-таки хочу Игоря порасспрашивать, у него там много чего интересного в коробочках стоит. А ты расскажешь, да? Ну, я постараюсь. Секретов нет же там никаких? Нет, нет. И вот именно в зале. Нет. Нет? Нет. Ну, все, давай. Слушай, ну, прям хорошо, видишь, он и прожарился у нас. Несмотря на то, что была глубокая ночь, спасал только фонарик. Как раньше без телефонов с фонариками все это делали. Наверное, на лоб носили такой, да? Слушай, хорошо. Мягкий, да? Да, приятно. Приятно. У Сашки, кстати, Саня, привет. Тоже как-то ночью мы делали, углей не было, вернее, газа не было на углях. Ну, получилось тоже неплохо там, вроде. По ночам. На бассейне делали? А, не, у него во Флориде? Да, еще когда во Флориде. Когда у него там этот был. У нас у Сашки из Беларуси белорусский дневник или как, американский дневник из Беларуси? Да, американский дневник. Короче, Саня. Саня Крикун. У нас с ним пару вечеринок тоже веселых было в Флориде. Саня скучает. В Чикаго переехал, пропал с Ютьюба, мне все пишут. Где Саша, Саша? Я говорю, да вон в Инсте раз в месяц что-то выставит. Да, Саша. Ушел в работу весь. Саня, привет, я огромный. Олеська, привет, мне я. Вот так вот, Саня. Вот так вот. Не, это просто видео у нас такое болталка, поэтому. Ты, получается, вообще как про Гринкарту узнал? Ну, начнем с того, что вы выиграли Гринкарту. Тебя жена выиграла. Ну, анкета жены сыграла, да. А как вообще узнал, как решил? Ну, знал я давно про Гринку. Ну, как-то, честно говоря, никогда мне не везло, наверное, в эти все выигры и в лотереи. И я как-то обычно не подпускал к этому близко, чтобы мне там что-то повезло. Вот. А тут что-то визы заканчивались у нас. Театрустическая была? Давно кончились визы и давно мы в Штатах не были. И я как-то думаю, ну что, собирался как раз визу делать все в Амире. Ну, думаю, да, попробовал ты ее. Заполнил до себя и за жену. Сам заполнил? Вот. Сам заполнил, да. Вот она и не знала ничего. Ты взял ее паспорт, и она не в курсе была, да? Да, ничего вообще. Фотка была, фотка была сфотографирована на этого, на визу уже была. Поэтому мне ничего не пришлось делать, как бы я все так отослал. И я ей как-то сказал, что вроде, говорит, ослал там что-то и все. Ну, это прошло сколько времени после, когда в сентябре там отсылаешь, а в мае там, по-моему, это все и забыли уже про это. Ну, и вот как бы пришло время проверять грин-карту. Первые часы не дойти никогда, сайты перегружены. Ну, я обратился по скайпу к дяде Мишу Портнову. Михаил Петрович, привет. Слава он говорит, ну, если ты доверяешь мне данные свои, как бы, не боишься, подавай. Я вам отослал все данные, которые нужны были для этого, чтобы зайти. Чтобы зайти проверить. Да. Ну, и все, и через где-то минут через 40, наверное, слышу, сообщение пришло. А в Москве, как сейчас помню, было 2.30. Вот запомнил. Ночью. Да, ночью. Я открываю сообщение в скайпе, и от него пришло сообщение. Ваша заявка не сыграла, говорит. Но я вас поздравляю, сыграла заявку вашей жены. Дядь Миша интригу сделал, да? Да. Как в фильмах, это, последний, выбегаешь из дома, на руках спутница, и за тобой дом взрывается. Да. Ну, и, короче говоря, он говорит, Я, говорит, впервые сам вижу, как выглядит претендент на грин-карту. Я никогда, говорит, в жизни до этого не видел. Что я его видел? Ну, когда он зашел туда, под нашими данными, на этот сайт, ему открылся файл. А, я понял. То есть, этот файл видит тот, кто становится претендентом, кто выиграл друг друга. А, я понял. Он говорит, я никогда не видел, как выглядит вот эта бумага, как выглядит вот этот файл. Потому что вы у меня первый, я, говорит, сейчас открыл человек 100. Вы, говорит, у меня единственное, кому... Первый у дядь Миши, получается, должен на нем жениться? Да, да, получается, как бы... Ну, вот, и я жду у себя, как бы, в гостях вас на будущее. А, вот вы уже полтора года здесь еще не доехали? Полтора года я не добрался никак, хотя я был там недалеко от него, как-то даже в районе Сакраменто выгружался как-то, но времени не было. И, в общем-то, да сейчас и пожары, тут и такое все сложное время, как бы, само по себе. Все на карантине и, в общем... Ну, ты же, получается, жену сейчас на полгода туда в Россию отправил? Ну, да. Вы откуда, в каком городе? Псков. Псков. Я отправил жену туда на полгода? Ну, наверное, да, надолго там она поехала. Ну, а сам поедешь кататься, в любом случае, заведет тебя в Калифорнию? Ну, будет, при первой возможности, если получится, конечно, я заеду. Знаешь адрес его школу? Зайеду. Ну, я найду, конечно, да. Ему лежит подарок, как бы, я хочу, вожу ему уже полтора года. Просто хочу, как бы, поблагодарить, потому что его легкая рука, как бы, в этом плане. Ну, давай у него на канале тебя ждем тогда. Сыграли, да. Вот на фоне вот этого, баннера у него, знаете, с легким сарказмом. Ну, на фоне Сан-Франциско, как бы, вот, ну, Сан-Франциско, красивый город, конечно, один из, я считаю, шикарный городок. Я был в нем еще в 12-13 годах, ну, здоровский, конечно. Что за полтора года, слушай, я знаю, что ты объехал всю Европу, везде все был. В плане турист, как турист был в США, вот, как постоянный резидент США, какие-то у тебя изменения есть в плане, ну, думаешь, что в плане страны вернуться или остаться, или в плане возраста. Очень много мне, знаешь, пишут, что возраст 50-60 лет уже, наверное, не время, не стоит, вообще стоит, не стоит, как думаешь? Я понимаю, что все зависит от человека. Ну, да, здесь, не знаю, настрой такой какой-то, я тоже думал об этом, что не поздновато ли мне, опять же, Михаил Петрович еще много слышал, и мне нравится его утверждение, что эмигрировать никогда не поздно в любом возрасте, если есть возможность. Ну, это важная фраза, если есть возможность, надо ее просто оценить, есть она действительно. Вопрос в том, что тебе судьба дала шанс, ты, если ты ее не испробуешь, как бы, ты будешь жалеть об этом, попробуешь, твое, не твое, и тоже другое дело, как пойдет, не пойдет, тебе приведется. Слушай, ну, еще уникальная возможность, просто, хотя бы, приезжать постоянно, имеешь право работать, зарабатывать, я знаю, что у тебя там идет бизнес параллельно, и доход какой-то несет, да? Не секрет, в какой области работаешь там? Ну, сфера недвижимости. Там всходят, да? Вот, и если есть возможность отсутствовать там, зарабатывая здесь, и потом возвращаться туда, там, контролировать, и опять сюда, ничего страшного? Нет, мне грех жаловаться, как бы, на судьбу, и на все, что происходит, как бы, со мной. Сложно, конечно, не все гладко дается, и здесь не все гладко, я говорил, там, Сашка был тоже в гостях, у меня Беларусь здесь, и Саня, как бы, тоже. Я рассказывал про это, то, что первые месяца, особенно, были очень тяжелые здесь, в Америке. Ну, сталкивался, давай просто откровенно скажем, сталкивался с кидками. Ну, да, это так, это так. Был кидок. Так, устраивался, все они выплачивали, устраивался, потом ты еще, ну, это уже не кидок, а когда в аварию попал, пришлось полгода сидеть, ждать. А почему ты, кстати, после аварии сидел-то, никуда не поехал работать по стране, вынужден был сидеть? После аварии не было денег, чтобы стартановить, уже был свой драк куплен, на тот момент. Ну, то есть, последний, последний я, как бы, отработал в феврале, и, как сейчас про него, 5 февраля я вернулся домой. А 9 февраля, о, да, 9 февраля я купил машину, ту, которая была на канале у Саши, Беларусь, которая снимала про Хонду Аккорд. А 19 февраля эта Хонда не стала. Ну, тебе просто въехали в жопу. Да. Ага. Чувак собрал 5 машин, в том числе и наша, наша машина. Страховая все выплатила? В то-то. Выплатила за машину полностью, но порядка 4-5 месяцев мы тягались по остальным, как бы, вопросам. А 4-5 месяцев ты потерял время, не заработал? Никого не волнуйся, никто ничего не стал платить. Вот, и адвокаты работали. По больничкам походил всякие массажи? Да, массажи ходил, хиропрактика, как тут называют, мануальный терапевт по-нашему. Ну, не ходить тоже было нельзя, потому что потом бы сказали, что, ну, значит, у вас легкая степень повреждений, раз вы не уходите даже к врачу. То есть вообще ничего не выплатили. Подожди, а тебе выплатили по здоровью? Ну, чуть-чуть выплатили, ну, не то, что, как бы, люди говорят, там, других штабов. Не десятки тысяч? Нет, конечно, там, буквально, там, на семью, там, еле-еле. Мы собрали на двоих, ни о чем. Ну, я могу озвучить, в принципе, озвучить, там, вроде, 8 тысяч на двоих, это просто... На себя и на жену, да? Да, мы в машине. Оплатили они, нет, ну, это мы чистыми на руки уже получили, мы, да, то есть после всех билы, которые, там, оплачены, там, скорой помощи, медицины, потому что нас возили на скорую помощь. А, страховая покрыла те все затраты и плюс вам 8, а вам с этих 8-ми надо их как-то декларировать, ну, в плане налоги платить? Ну, я думаю, что нет. Окей. Ладно, давай, не будем о грустном, я все жду, когда мы с тобой посмотрим свою коллекцию. По майке тоже понятно, фан какой группы, и не просто фан, не просто слушает. Расскажи в двух словах просто, где ты был, как вообще тебя привело? Ну, не знаю, как бы, я давно, как бы, занимался музыкой, вообще очень плотной музыкой занимаюсь, и всю жизнь музыка меня сопровождает, она помогает мне жить, как бы, да. Я люблю разную музыку, от классической, там, могу слушать диско, поп, рок, там, хэви-метал и так далее, но костяк мой, вот эта группа, это ACDC, которая, как бы, может быть, последние, там, может быть, 5-6 лет я более плотно приблизился, потому что у нас в стране не было такого движения, фановского движения ACDC, да, вся фановская структура идет в Европе, даже в Америке нет этого движения. Группа же европейская. Вот, дело не в этом, дело в том, что, как бы, есть фаны, вот, взять Южную Америку, там очень серьезные мексиканские фаны, Аргентина, Бразилия, они фаны Rolling Stones, ACDC, там, и Bon Jovi, там, Dizzy Top и так далее, везде свои группы, но, вот, само движение, я имею в виду, вот, само движение, оно и, конечно, Европа. Это Германия и это Англия, это самые максимальные страны, где максимальное количество фанатов, которые знают все, что выпускалось, когда, там, какие кавер-группы, какие альбомы, ну, все-все-все. Фанаты, которые ездят за группой по всему миру, покупают билеты, значит, 20 концертов, значит, 20 билетов они покупают каждый. Ты же тоже ездил? Вот, ну, я ездил, но я не могу позволить себе финансово даже, чтобы кататься, допустим, 100 баксов билет стоит на концерты ACDC, да, вот я был в Кельне и был в Праге, был дважды на концерте, один раз Брайан Джонсоном, когда он еще был, вот, в 16-м году, Rock of Bust, это был последний гастроль, и они, правда, для 17-й год, это, ну, у Брайан Джонсона была глухота уже начала, глухота, и его заменили, ну, короче, на который некоторое время поменял его в акселерозусе. Ну, а сейчас же он выходит из-за... Сейчас они, вот, 13-го ноября выходит новый их альбом, Power Up, альбом обещает быть очень серьезным, и 6 лет они молчали, во-первых, за это время очень много произошло в группе, умерло два брата, Ангуса Янга, это старший брат и младший брат, Мальком, и этот альбом будет посвящен Малькому Янгу полностью, который принимал участие еще при жизни, там, играл, как бы, на ноигрыше, которые войдут в эту, как бы, в этот альбом, вот, один сингл уже опубликован, есть он так называемый, да, автодар, как бы, да, эта вещь называется, вот, ну, альбом обещает быть, во-первых, все оформление такое, как бы, альбом впервые они так оформили все, и вот, соответственно, с маркетинговой точки зрения подошли они очень, очень... Такого обычно у них не было, они так, так все скромно, здесь такой маркетинг очень плодный такой, и такие будут эксклюзивные вещи для коллекционеров, для фанатов, и, в общем-то, я принял уже в этом участие, и уже жду... Ты заказал себе? Да, я заказал себе все виниловые пластинки в двух вариантах, там, в обычном черном виде, в желтом варианте, в цвете вот этого альбома Power Up, диск, который там открывается, сделан в виде, там, настроек, усилителя такой, там, ну, очень красиво, футболка, машинки, там, так далее, то, что необходимо... На официальном сайте, да? На официальном сайте ACDC, да, вот это предзаказ, так называемый, то есть, они будут высылаться непосредственно под заказы, ну, и выпускаются монеты, австралийским монетным двором, выпущены официальные монеты, посвященные ACDC, как бы, там, тоже заказал, это тоже, с официального монетного двора, в специальных таких боксах, в ящиках, сделано под пластинки, вынимаешься также из конверта, как пластинка, там монета, то есть, в середине название альбома каждого, там, то есть, ну, интересная вообще вещь, такие вещи, Это тоже limited edition, это все ограниченные... У тебя же глаза берет, когда ты про это рассказываешь, пойдем посмотрим твои полки. Слушай, а у тебя колонки, это какой марки, это самодельные? Нет, это американские колонки, а вот, примерно, Altec. А, просто без понтов, никакой надписи нет, как на айфоне. Сзади, сзади. Ну, все сзади, да. Да, это винтажные колонки, здесь, наверное... Сразу, главная пластинка твоя, самая редкая пластинка, Rolling Stones лежит. Нет, ну, это самая дорогая, наверное, пластинка, самая дорогая покупка, которую я... Ты на ebay ее выторговал, да? На ebay ее выторговал, там, да. Ихался до последнего. Вот. Сколько она обошлась? 170 долларов. Прям торги были, как аукцион, да? Да, да. В России я не могу себе позволить такую, здесь в Америке я могу себе немножко позволить, как бы так. Ну, скажем, не, ну, скажем, позволить мог, но это бы больше по бюджету ударило, да? Ну, конечно, по бюджету, ну, курс доллара, понятно, другой. Ну, да. Ну, плюс, это, конечно, эта пластинка еще уникальна. Во-первых, она не то, что редкая, но она еще не распечатана. А, она у тебя. Так, а ты ее на какую-то дату бережешь? Ну, практически, я ее, наверное, вообще пока не буду, потому что этот альбом, ну, реально он не распечатан еще от того года, с 93-го года. Да. Ну, это уникальная вещь. А еще есть какие-то у тебя особенные пластинки? Игорь, а вот эти вот куколки этих солистов, это ты где взял? Это тоже себе, это тоже как бы аукционы где-то, где-то я еще просто цены нормальные. Это была такая серия в 90-х годах, где он садил Макферлендил. А, это еще с тех времен они? Да, Макферленд, но я купила только их недавно, потому что тоже, опять же, по финансовым моментам я не мог себе позволить, они, в общем-то, тоже не дешевые эти вещи. Это коллекционные вещи, действительно. Ну, я не знаю, редко кто их вынимает, как бы, чтобы не нарушать этот коллекционный, да? Да, и смысл, зачем? А вот это вот, можешь мне объяснить? Это тоже фигурки, вот эти, как они называются, коллекция. Здесь все представлены, Ангус Янф в трех видах. То есть, от простого, если посмотреть на него, ну, взять его, как бы... Не, ну, окей, я понимаю, но это же не похоже. Но это тоже коллекция, в свою очередь. Но это что-то японское, или... Ну, это такая вот придумана, как бы, серия, да, вот этих моделей. Они все, вот там есть Гансен Розос, у меня есть Аксен Розос, есть Куин, есть Соберн у меня. А, вон, Фредди Меркурии. Фредди Меркурии, все, где-то... Три их штуки. Да, да. Этих трое. Ну, а сейчас четвертый вышел, продается, будет продаваться только в Волмарте, посвященный альбому Back and Black. Только в Волмарте? Да. Только написано, у них здесь наклейка, здесь, Only by Walmart. То есть, нигде его по-другому не будет, хотя на eBay уже они появились, там, долларов по 40, как. Эту аппаратуру-то здесь все здесь было? Это все здесь покупал, это уже, я не знаю, какая по счету аппаратура, потому что я их меняю. Что-то не устраивает по звуку, там, усилители и так далее. Ну, вот мы сейчас, например, с Игорем, ему в Facebook, он там нашел усилитель, пишет человеку, говорит, мне надо приехать, посмотреть, вживую проверить. А человек из-за ковида говорит, я тебе могу только на улицу усилитель. Ну, конечно, так никто покупать не будет. Ну, это смешно, конечно. Здесь, в Америке, это считается нормальным. Я буквально вот на той неделе ездил так же смотреть усилитель. Усилитель недешевый, там что-то порядка 800 долларов стоит. Он мне просто вынесу на улицу, на крыльцо. Я говорю, погоди, товарищи, это как? А тестить, а как, чего? А, не вопрос, заходим в дом, как бы, ну, в масках все это. Ну, сами подключали, он не работает. Ну, нормально, что? 800 долларов, потом доказываешь, что ты не и тревог сломал. То есть, такие вещи, ну, во-первых, это все надо живьем. Это же, ну, не пластинку даже купить, там, которая, как бы, идет, и то рискуешь, ты всегда аппаратура, как бы, ну, это же серьезно. Ну, обложку купишь, а пластинка окажется руки вверх. Ну, там, в основном, ты смотришь рейтинг у продавца, и если рейтинг высокий, они не будут заниматься, это их работа, и их торговля, и это их хлеб. И они просят всегда оставить хороший вызов, поэтому для них это важно. Давай посмотрим, какие-то редкие пластинки у тебя, какие-то важные для тебя. Ну, вот последняя редкая пластинка, кто знает. Ну, мы, не, ну, а кто не знает, тот узнает. Вот эта пластинка, это тоже редкая. Yellow Baby. Это два швейцарца, два мужика, это 91-й год, 93-й, господи, запутался. 91-й, все правильно. Baby, это альбом редкий, такой же, как у Rolling Stones, тоже ограниченный тираж. Ограниченный это сколько? Ну, тираж, я не помню, то есть это маленький, это в то время, когда уже начинался. Но это тысячи или сотни, или десятки? Ну, это может быть 100 тысяч тираж, там, примерно, 200 тысяч, но это очень маленький тираж. Да и как у монет, вот, есть маленькая монета, ограниченная, так и у пластины. Тем более, что после 91-го года начал падать выпуск винила, все переходили на CD-носители. Поэтому из-за этого, что сейчас все это вернулось, а пластинок-то уже переиздание только идет. Такое переиздание не все переиздаются, поэтому вот эта пластинка у меня пошла 100 долларов. Вот сейчас где-то я ее купил. Ну, без аукциона просто купил, да? Да, просто купил за 100 баксов, как бы. Нет, была аукциона, там отдали ее легко как-то так. Я даже удивился, что она с пересылом обожлась, у меня где-то 92 доллара, если точно. Она обычно где-то 120 долларов только стоит сама, где-то 120-130 долларов эта пластинка. Она в состоянии X, это почти... Экселент. Да, экселент, это хорошее состояние, как бы, да, выше только минт и как бы селит, не распечатанная, как бы, да. Ну, вот это селит был у меня, Rolling Stones, а этот X. Причем X и как кавер, и как и сам... Сама пластинка, да. С настоящей молнией. А, а, настоящая молния, да? Это как The Seeky Fingers. Да, липкие пальчики. А, жопа здесь. Да, она не в очень хорошем состоянии, в принципе, как бы... Ну, а на чем цена? Тоже редко, редко. Она, кстати, по изданию где-то цена ее колеблется, там, до 50 долларов, там, не дороже. Но найти ее в хорошем состоянии, как бы, это проблема, чтобы молния работала. А, это важно, да? Да, чтобы вот это, ну, это такие вот коллекционные вещи, как бы, просто я ее купил здесь, в виниловом магазине. Цена, в принципе, там, что-то 16 или 18 долларов. Для нее это, вообще, просто, ну, ни о чем. Ну, вот ее... Ну, я мою еще пластинки, как бы, есть виниловые мойки такие специальные. А, ты их моешь? Ну, здесь пока нет, я собираюсь пока сейчас приобрести это все. Вот дома-то я в России мыл это все. Поэтому все, все там вот эти пес песок, которые там шуршит, исправляются. Давайте включим. Ну, вот, к примеру, могу давай это включить. Queen есть? Queen есть. Давай, знаешь, как и репсоди, да. Не, наверное, не найду сейчас тебе, наверное, что, наверное, искать. А, вот это, кстати, не это ни один бокс. У Игоря еще спрятано, да. Нет, ну, есть, вот, допустим, загей. Давай. Это хороший альбом, в принципе. Ну, Queen тоже всегда, как бы, такой... Я сто лет не видел, когда открывают и включают. Ну, давай, как это, с чего начать? Ну, да, включили усилитель. Открыли пластик. Да. Переходим, ну, на виниловый проигрываться с тюнера. А, у тебя там кассетная аудиокассета? Есть еще, но он такой. Простенький, совершенно простенький. Так, давай, я должен взять и посмотреть, какие здесь песни есть. Так, давай мы включим. Сейчас, Гриш, как по прессам? Ну, есть еще первый, второй пресс. Ну, это более такой, знаешь, уже более глубокий такой сайт. Более глубокий. Есть же, как бы, перепеи издания, пластинки, да, там, много изданий. Есть старые издания, там, первый пресс, второй пресс, там, английский пресс, американский пресс, немецкий пресс, малайзийский. Блин, Игорь, я это не знаю. А то есть, это как бы... Я это все не понимаю. Во, пошла. А, само! А я думал, надо вот... Здесь полный автомат. Ага. Вот здесь, я не знаю, как теперь снимать, передавать. У нас тут параллельный живой концерт, Rolling Stones идет. Ну, здесь просто звук, я не знаю, передаст нам как бы, но по идее должно быть как бы. Да, это совсем, конечно, так музыку слушать. А ты вот здесь сидишь, слушаешь, да, как я? Да, я сиду, да. Между колонками. Слушай, соседи сейчас, соседи. Короче, надо мне что-то говорить, чтобы YouTube не забанил. Ну, звук офигенный. Круто. Слушай, если Кай Метова так включить, это будет что-то бомба вообще. Позиция номер один. Отдыхаются. Нет, действительно круто. А у тебя на эти колонки с телека тоже выведено, нет? Я иногда включаю JBL-кану. А, ну, простой JBL-кану. Да, в чатах она покажена, но я просто мог совсем уже не делать. Ну, если лайфовый концерт какой-то смотреть на YouTube, да? Я только на YouTube только лайфовые концерты смотрю. Вот я Кокера могу включить и ехать часа два. Короче, ребята, мы отбой по Кокеру. Тут Сенатор нашли. Слушай, а это реально? Можно поставить. Дискокс. Да. По нему можно узнать, вот здесь номера на каждой пластинке. Здесь номер. Ага. Матрицы. По ней пробиваешь, где выпущена пластинка. Она уникальная? Она уникальная. Это как вино, не машине. А, да. Слушай, не знал. По ней можно все как-то найти. Блин, прикольно. У тебя хрен знает. Тут надо настолько аккуратно все это трогать. Так, Сенатора. Come dance with me. Давай прямо эту песню. Вы сбили. Мэй с оркестром. А где список песен? А, вот она и есть. Side One. Сейчас будет или Saturday Night, или Come. Come dance with me. 4 доллара стоит. Это Saturday Night, наверное. А, нет. Come dance with me. Это написано сейчас на стерео или в моно? Ну, за него просто на стерео написано. Это как будто бы. Такой звук прикольный. Да, звук прикольный. Как будто какой-то британской бабушке старой-старой пришел, как в Том и Джерри. Такой. Даже иногда я уже затыкаю в колонке. Высокочастотная динамика. Немножко даже не могут переварить. Потому что каждая колонка, каждая аппаратура, она как бы по-своему, как говорится, время отклика на каждый звук. Ага. Как правильно, как быстро битбрана срабатывает. Не все могут переваривать, допустим, старые музыку, допустим. Кто-то рассчитывает на рок. Кто-то на классику. Кто-то на плюс лучше. Аппаратура работает. Слушай, ты же, ты же, ты же, ты же, наверное, помнишь каждую наклейку, да? Каждую нашивку. Вот этими ручками каждая пришить. Да? Ну, и, не, я имею в виду, где купил. Конечно. Ты ходишь в нее вообще куда-нибудь? Только на тусовки. На концерт. Это со всего мира, да, собраны они? Ну, это со всего мира. Ну, это, ну, как сказать, это коллекционные, есть винтажные, а также редкие, так же, как и пластинки, тоже по тиражам. И выключенные, допустим, там, под винил, плевал-видео. Но есть какая-то самая ценная для тебя? Самая ценная для всех. Что это она знает? Таких 5 штук в мире. Серьезно? Да. Фига себе, так это тебя и грабануть можно. Это занималось, я рассказывал Сашке тоже на канале, он снимал, я говорил, что это занималась раньше немецкая семья, которая делала нашивки разных рок-групп, Metallica, Deep Purple, в том числе AC-DC, и до 10 штук каждый было сделано. Как она тебе досталась? eBay. Просто eBay? Аукцион, случайно. Боролся как бы вот за эти две нашивки, вот это и вот это, они шли вместе. Ага. Это две редких нашивки, но особенно вот эта. Вот этих 5 штук где-то примерно. 10 штук, две нашивки вот эти, которые закроют по всему, вот это все. То есть она получается самая ценная, если даже сложить все, да? Я ни у кого не видел ее, у меня президенты клубов просят ее продать. Какие деньги предлагают? Думаю. А на другой стороне что? Ага. Другой стороне автограф Марка Эвансова, это первый А где ты взял его? Первый бас-гитарист, ну я встречался с ним в Германии на тусовке. Он был приглашен. На концерте? Нет, он был приглашен почетным гостем на фан-стречи к нам. Ага. Вот так я каждый год то езжу. Блин, крутая жилетка. Вы сейчас только знаете, говорили с Игорем о том, что вот у него коллекция винилов, он их собирает, ebay, магазины по всему миру. А потом в итоге куда это все уйдет, кому это все достанется? Когда-нибудь. Одно дело, когда кто-то будет это ценить и дальше продолжать, ну или хотя бы хранить. Мы начали разговор с того, что откуда это, вот допустим редкие пластинки и продаются там они за 7, за 15, за 50, за 150 долларов, да? А по сути-то она же кому-то принадлежала, для кого-то она ценность, а потом кто-то в гараже ее нашел, как Саня распечатывал эти гаражи закрытые, да? Да, это точно так. И все. А там какая-то дочь, не дочь, соседи, там какие-то дальние родственники, просто типа фу, пластика, сколько надо избавиться от этого, хотя бы кому-то на наркотики, кому-то на пиво, кому-то на мебель. Такое есть во всех странах, и это судьба многих таких вот коллекций, не только пластинок, там кассет, значков, монет, там все угодно. Вот если смотреть блогеров, которые в Майами ребята контейнером занимаются, вот сегодня было выложено и вот там, золото, море просто, а люди оказываются держали в магазин ювелирный, все в контейнер поставили, там столько золота, там столько всего, никому ничего не надо, детям ничего не надо, в общем, все осталось. Вот у меня история, у меня дедушка, папин папа, он копил марки, коллекционировал марки, и потом я не знаю, взял это все продало, я как бы думал, что останется, и в в Алмате они жили, у него была, да я громко говорю, музыку перебиваю, у меня, у него была марка, посвященная тысячному голу Пеле, у него в основном, основная коллекция футбольная была, тысячный гол Пеле, их было выпущено тысяча марок, и у него она была, просто взял кому-то там, ну, кто-то его убедил, что я вот люблю марки, и он взял, ну, отдал или за копейки продал. А потом я уже приехал, он мне говорит, да, тебе, типа, неинтересно было, я говорю, а как, ну, мне интересно было, наоборот, особенно вот эту марку я запомнил, ну, много, там очень много было марок, 4 или 5 альбомов полностью марок, и причем таких марок, знаешь, которые, ну, действительно, ценность... Ну, это все нашивки, это у тебя была простая джинсовка, и все нашивки, это ты сам самолично искал, покупал. Да, встреча, вот эти нашивки, их нельзя купить. Вот три нашивки, их купить нельзя, нигде, ни наебе, нигде. Почему? Эти нашивки только ты покупать можешь тогда, когда ты присутствовешь на фан-встречи каждый год. Каждый год это вот разные... А каждому году посвященные, да? Своя, да, нашивка. А вот в Велсфарго вижу банк, как на американском. Ну, Велсфарго, это последний концерт в Сидисе. А, в штатах. В Штатах. Все, я понял. Да, это последний концерт, посвященный Абон Скотту, первому солисту группы Сидисе, которому умер в 50-м году, на место которого пришел Брайан Джонсон, который поет. Ну, здесь, я не знаю, много. Вот так же к этим идет еще, значки сопровождаются, как вот каждый... А вообще, вот вы на фан-встречах, когда встречаетесь, вот все в таких вот примерно, да? Да, все в таких. И вы стоите, у каждого разное рассматривать там... Да, если зайти ко мне на Facebook или куда-то, у меня все это есть на Facebook. А, давай я ссылку на тебя ставлю. Да, и там все это есть, как бы, можно посмотреть мои фотки, как это проходит, тусовки, есть видео оттуда, есть целые фильмы. Ты все в Facebook закладываешь, да? Ну, в основном, да, да. Есть книги каждого года, тусовки, памятные книги, которые... Угу. Ну, там есть я даже, фотографии, это как бы немножко... В книгах посвященную тусовку. Да, да, это история уже, это каждый год, это история уже, и каждый год у нас уходят фаны, уходят старики, уходят по покой. Угу. Ну, я имею в виду, уже не возвращаются. Каждый год потеряем кого-то из ребят. Вот. Ну, организация на должном уровне, Германия, конечно. Почему я говорил, что вся, вся фан-встреча, это Германия и Англия. Самые отъявленные, будем говорить, в хорошем смысле слова, фаны, безбашенные просто, вот, опять же, все в хорошем смысле слова это говорится. Люди, которые посвящают всю жизнь практически фановому движению, которые болеют за любимую группу, за любимых артистов исполнительных. Ребят, вот, смотрите, Игорь. Нет, это там уже, кто интересно, если вдруг канал смотрят, люди, которые хотят с тобой пообщаться, они напишут, вернее, на главную страницу, чтобы посмотреть, как она выглядит. говорит, вот, Игорь, Игорь, мягкий знак, Ков-Шарев. Ну, она там будет на английском, понятно. Живешь в городе Шарвард из Псовской области, 273 человека. Все. Подписчики. Это, а, друзья, 2300. Какие-то иномарочные все подписчики, даже девочка, это иномарочная. Да, здесь все наши. А на фото ты стоишь в этой, как раз, жилетке. На фото, да, я стою, это... Чего-то нет, бой. Посмотреть фото профиля, нет? А. Это Прага, концерты сидите в Праге, на летном дворе, у них на летном поле в Праге. Ты здесь на Дукалиса похож. Меня часто с кем-то путают, есть. Ха-ха-ха-ха.